Глава Министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин положительно оценил работу руководства Ненецкого округа в части реализации мер, направленных на повышение реальных доходов граждан. Об этом Максим Топилин заявил в ходе пресс-подхода для региональных СМИ. Мероприятие прошло в Наринмаре в рамках двухдневного рабочего визита министра. В Ненецком округе действует комплекс мер, направленных на достижение к 2024 году национальных целей по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности. Речь идёт о специальных мерах поддержки в отношении работающих граждан и пенсионеров. Например, в регионе предусмотрена доплата работникам бюджетных организаций в размере разницы между МРОД и ежемесячной заработной платой. При этом МРОД установлен в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Также проводится ежегодная индексация заработной платы бюджетников, а граждане пенсионного возраста получают ежемесячную региональную доплату к пенсии. Работу я оцениваю как достаточно позитивную, потому что в округе не только высокие, относительно высокие показатели страновым, среднестрановым зарплаты, но и сама планка прожиточного минимума тоже достаточно высокая. Поэтому, учитывая, что показатель доли населения с доходами ниже прожиточного минимума чуть больше 10%, между 10 и 11%, то это означает, что в принципе в регионе эта работа ведется ниже, чем в Российской Федерации. Вместе с тем, подчеркнул Максим Топилин, Ненецкий округ может войти в пилотные проекты по снижению бедности наряду с другими регионами. Одна из таких программ направлена на поддержку семей в рамках социальных контрактов. По словам главы федерального ведомства, в текущем году на эти цели из федерального бюджета выделено 7 миллиардов рублей. Я полагаю, что если регион и в этом году, и в следующем году, в первой половине следующего года представит свою дорожную карту, программу действий, то совершенно спокойно может претендовать с 2021 года на участие в этом пилотном проекте. В любом случае, зона действия социального контракта, она в любом случае будет расширяться. Мы просто сейчас отрабатываем технологию, но в любом случае она будет расширяться. Поэтому вперёд. Говоря о работе окружных властей в части разработки и реализации мер, направленных на повышение рождаемости, губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский отметил, что все решения носят комплексный характер. Я считаю, что решение, которое мы приняли по стимулированию рождения третьего и последующего ребёнка, выплачивание региональной части материнского капитала, это крайне важно. Потому что женщины, молодая семья, не молодая семья, когда принимают решение рождения очередного, в данном случае, ребёнка, всё равно всегда смотрит на своё финансовое состояние. В этом смысле, с учётом довольно объёмной региональной части материнского капитала, она у нас составляет 366 тысяч рублей, я думаю, что это будет хорошее подспорье и, как минимум, будет давать дополнительные аргументы для того, чтобы принять положительное решение при рождении детей. Глава Ненецкого округа сообщил также, что в профильном органам государственной власти поставлена задача разработать дополнительные меры по стимулированию рождения первенца. Александр Цибульский отметил, что комплекс мер по повышению рождаемости должен предусматривать не только финансовое стимулирование, но и обеспечение жителей Ненецкого округа необходимой инфраструктурой жизнедеятельности, которая помогла бы снять с матерей часть бытовых вопросов. Это и строительство, если есть садов, которые мы с помощью, в том числе и федерального бюджета, в рамках национального проекта сегодня строим и обязательно эти обязательства выполним. Это и, наверное, возможности для переобучения, для получения новой работы, профессии. То решение, которое было принято на федеральном уровне о увеличении срока выплаты с 1,5 до 3 лет, я считаю, что это, конечно, огромное подспорье для женщин, которые принимают решение рожать ребёнка. Ну и у нас ещё есть время для того, чтобы подумать. Я думаю, что, конечно, вот этот комплекс мер может расширяться, исходя из тех потребностей, которые мы будем фиксировать и слышать со стороны наших молодых и не очень мало. Напомню, национальный проект «Демография» был запущен в начале текущего года. Кассовое освоение составляет 65%. Мария Владимирова, Владислав Носкин, Телеканал Север.